Одетная семья переселенцев Исаевых взяла под опеку уже восьмого ребенка с диагнозом ВИЧ. Саше восемь лет, однако из-за проблем со здоровьем мальчики еще не ходят в школу. Супруги вместе с детьми переехали в Киевскую область из Мариуполя прошлым летом и теперь осваиваются на новом месте. В гостях у семьи Исаевых побывала Анастасия Пугачева. Вот здесь моя и мои сестры комната. Вот здесь я сплю, здесь Даша. 15-летняя Саша показывает свою комнату. В трехэтажном доме она живет вместе со своими братьями и сестрами. У восьмерых из десяти детей, включая и саму девочку диагноз ВИЧ. Вот такие у меня хорошие медали. И вот первое место я получила за то, что я хорошо выступила. И я выступала на бревнах, на брусьях. Аня показывает свои награды за победу в соревнованиях по гимнастике. Она, так же, как и четырехлетняя Ева, родные дочери Читы Исаевых. Они совершенно здоровы. Я тут тренируюсь, я занимаюсь гимнастикой, танцую и пою. Год назад, в конце августа, из-за неспокойной обстановки, супруги Исаевы выехали из родного села под Мариуполем. Семья собралась всего за час, когда узнали, что военные дают зеленый коридор. Рукзяк у нас был собран с документами давно. А вещи мы надеялись на лучшие времена. Мы дали команду собираться. Старшие собрались, а младших я кидала, как могла. Даша сидит, спряталась. Даша у нас собралась. Три футболки, трое шортов, купальник. Полгода многодетная семья с приемными детьми жила в санатории, затем в квартире благотворителей. Пока меценат из Луганской области не подарил им дом под Киевом. Теперь это их собственность. Когда мы приехали, честно говоря, немного мы и плакали, и скучали, потому что 1 сентября, все идут на 1 сентября, а мы сидим в буче в санаторию. Наши дети пошли в школу только в конце сентября. В апреле подписали документы. Мы все являемся властниками дома. То есть я, муж и 9 детей, потому что Саши тогда не было. Саша появился в семье Исаевых всего неделю назад. Помимо ВИЧ, врачи поставили мальчику еще несколько диагнозов, среди которых и проблемы с умственным развитием. В свои 8 лет в школу он еще не ходит. Светлана рассказывает, оформить опеку над своим 10-м ребенком удалось в рекордные сроки благодаря поддержке уполномоченного президента Украины по правам детей Николая Кулебы. А вот своего первого сына Никиту женщина усыновляла 9 месяцев. Мальчик стал первым в Украине приемным ребенком с диагнозом ВИЧ. Мама мне рассказывала, она меня забрала. Потом мы поехали домой, увидел Анну. Потом через несколько дней Петю. Петр, второй приемный сын Светланы и Евгения, мальчик рассказывает. После школы хотел стать врачом. Однако решил, что с его диагнозом в такой профессии будет трудно. Теперь он играет в футбол и помогает по хозяйству. Берла, можем там печку, ну, камин расставить. Когда папа уедет, надо же помочь маме. Решение прилетить в своей семье малыша со сложным диагнозом женщина приняла после того, как сама столкнулась с дискриминацией в роддоме. Муж Светланы Евгений стал одним из первых в Донецкой области, у кого официально подтвердили диагноз ВИЧ. Все женщины лежали в палатах, общались, а я была в изоляторе, как отреченная. У меня ребенка забрали, не приносили ее кормить. Когда меня выписывали, там, наверное, больница перекрестилась пять раз, потому что ко мне заходили в палату чуть ли не в скафандрах. 15 перчаток, 15 шапок, там, ну, боялись меня. С дискриминацией семья Исаевых столкнулась и после переезда. Изначально ВИЧ позитивных детей не хотели брать в сельскую школу. Лишь благодаря обуховской службе опеки дети смогли учиться по месту прописки. Однако, по словам Светланы, некоторые родители забрали из этой школы своих детей. Анастасия Пугуч, телеканал Донбасс.